Спонсор сегодняшнего видоса онлайн магазин What's Set a Best Goods. Здесь ты сможешь заказать себе часы с символикой World of Tanks, а также портмоне с гравировкой нашей с вами, безусловно, самой любимой игры. Если сделаешь заказ прямо сейчас, то получишь на халяву кулон World of Tanks. Оплата, кстати, наложена платежом при получении. Ссылочка в описании. Всем привет, мои дорогие друзья. На связи GrimOptimist и сегодня я хочу продолжить вот этот небольшой цикл видосов по танкам, которые я очень-очень люблю. В прошлом видео мы поговорили про Т-20, в этом поговорим про Т-10. Конечно же, этот танк уже не американский, а советский. Все вы его прекрасно знаете, это бывший ИС-8, но есть одна забавная деталь. То, что когда-то давным-давным-давно, в те далекие времена, когда еще только-только был введен Т-10, почему-то все вододелы этот танк просто неистово не взлюбили. Я помню, вот эти были огромное количество видео, где, ну, материли его, почему свет стоит? Что, мол, о, господи, какой кошмар, не танкует, брони нет, все плохо там и так далее. Но, как ни странно, я никогда не понимал, почему у людей так бомбит от Т-10. Но, со временем, мне кажется, я понял. Дело в том, что этот танк люди пытаются ставить на одну полку, там, с Е-75, с СТ-1 и так далее. При том, что это то же самое, что, я не знаю, оценивать какой-нибудь АМХ-50Б как тяж полноценный, да, и потом жаловаться, что у него нет брони. Это танк, который абсолютно не является классическим тяжелым танком. Это абсолютно универсальная машина. Причем, это, знаете, это даже не как вот часто бывает. Например, тяж с чертами СТ, как Т-110-5, да, например. Или СТ, там, с чертами тяжа, как, например, 121-й. Это чистый гибрид. Вот, вот, 50 на 50, понимаете. То есть, на 50% это тяж, на 50% это средний танк. И самое прикольное, что вот при таком сравнении, да, вот, не сравнении, вернее, а при таком соотношении, когда вот 50 на 50, получается ситуация, что не то, что, как обычно бывает, ни рыба, ни мясо. То есть, и как тяж, ни о чем, и как СТ-шка не едет. А наоборот, и то может, и то может. То есть, динамика такая, то, что мы вполне можем ездить вместе с СТ-шками. Мы не будем от них отставать. Ну, если это, конечно, не батчаты какие-нибудь, да, и не леопарды. То есть, скорость позволяет, в принципе, без особых проблем ездить вместе со средними танками. При этом, бронирование у нас лучше, чем у всех одноуровневых средних танков. Да, ну, разве что 54-ка может в какой-то степени нам попытаться с нами посоперничать. Но тут мы ее, в принципе, все равно немножко делаем, так как у нас башня бронирована лучше. И вот именно вот этот комфорт того, что вы можете играть, как вам хочется. То есть, вы можете поехать вместе с тяжами, вы можете поехать вместе со средними танками на любой карте практически, да. Это то, что позволяет этой машине вот именно, ну, дарить вам удовольствие практически в любой ситуации. У нас, как вы знаете, чаще всего бомбит из-за чего? Из-за того, что опять эта карта выпала, опять там куча арты и так далее. То есть, постоянно, ну, тебе как бы условия в бою такие, то, что тебе неудобно, понимаете. То есть, тебе как бы карта навязывает тип геймплея, а ты не хочешь ему следовать. Потому что у тебя либо толщисти не хватает, либо слишком медленные танки и так далее. Здесь же такого нет. То есть, вы можете использовать любую практически тактику на любой карте. То есть, говорю, будь то раш со стэшками, продавливание вместе с тяжелыми танками, играться второй линией с ними и так далее. Поскольку у машины все-таки есть какая-никакая лобовая броня, она может танковать, например, тяжи восьмого уровня довольно-таки уверенно, если грамотно, конечно же, это делать. Если не вылазить там всем корпусом, там, тихонечко мансевать, рамбовать, борт подставлять и так далее, башню. То есть, она может танковать, она может быстро ездить. И самое интересное то, что и даже ПТ-шить эта машина, друзья, может. То есть, поскольку орудие довольно-таки альфа-страйковое, как для такого быстрого танка, да, все-таки согласитесь, 440 это, ну, серьезно. Плюс пробитие хорошее, опять-таки. Средние танки девятого уровня, ну, редко могут похвастаться пробитием таким, да. То есть, у нас есть половина машин, там, всякие Еписи, Паттоны и прочие. У них там чуть за 200 пробитий. Здесь гораздо больше, и самое прикольное то, что еще и это ББшки, то есть, это не подкалиберы, они, соответственно, гораздо лучше позволяют наносить урон по вражеским тяжам. Все перечисленное, то, что я вот сейчас распинаюсь перед вами, делает этот танк по-настоящему универсальным. Это один из самых универсальных танков в игре. Единственный минус, с моей точки зрения, в этой машине, вот единственный, это углы вертикальной наводки. Действительно, ну, могли бы быть и получше, чего уж тут греха таить. Но, в остальном, еще раз говорю, скорость есть, броня нормальная. То есть, опять-таки, лучше, чем у всех СТ-шек. Пушка хорошая. При этом, еще я забыл сказать, и обзор еще есть. То есть, вы видите, я танкую, я два раза вытанковал вафлю девятого левела просто. То есть, ну, кто скажет, что у нее нет брони после этого, этой штуки. В общем, ребята, советую настоятельно, кто не пробовал. Поверьте мне, Т-10 это тот танк, после которого вот ваше понимание игры, оно немного изменится. То есть, вы станете, вот как бы, использовать именно карты, как это выгодно вам, а не делать так, как вам навязывает карта. Такие дела, ребята. На этом, наверное, все на сегодня, друзья. Обязательно пишите в комментариях, если вам нравится этот танк. Почему? Может быть, по тем же причинам, что и мне. А может быть, у вас есть какие-то собственные мнения по этому поводу. Обязательно пишите. Пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, естественно, чтобы не пропустить свежие ролики. И всем до скорого. Всем пока.